Ребятки, всем привет! Вы на канале Семья на Чемоданах. Мы сегодня в полном составе. Конечно, в полном, а как по-другому, мы всегда в полном составе. И сегодня мы отправляемся, наконец-то, на зимовку. И мы летим... В Таиланд! В Таиланд зимовать. Именно там мы проведем зиму, ребятки. Сегодня новый выпуск и новый сезон. Сегодня, ребята, не только перелет. Сегодня куча эмоций, еще и сборы, и очень много всего интересного. Так что не перелистывать ни в коем случае, не перематывайте, не ускоряйте. Так что обязательно! Подпишитесь на канал, ставьте лайки и погнали! Го! Берем целых 5 паспортов и начинаем покупать билеты. Да ладно, вы что, действительно подумали, что мы аэрофлотом полетим? Нет. Конечно, идеально. Прямой, 9 часов, и ты уже там. Но учитывая, что при перелете есть возможность посмотреть в другую страну, погулять. Плюс аэрофлот это ненадежная история. Как не зайду в ленту посмотреть что-нибудь по самолетам, так вижу, что то один конфликт, то не долетел, то не завелся, то задержали. Короче, я все почитал, изучил, думаю, да ну нафиг. Мы приняли решение, что нетушки, мы все-таки полетим через другую страну с длительной пересадкой и заодно погуляем. Ну вот из плюсов точно хороший самолет. Следующее это то, что на борту будут кормить. Багаж включен нам всем пятерым, соответственно, пятерым ручная кладь. Аэрофлот, например, писал, что только можно ручную кладь на взрослых. Багажа, естественно, нет. С питанием, что будет, тоже непонятно. Плюс еще здесь включен обмен и возврат. Ну, мало ли, что может получиться, все-таки дети, да, то можно будет либо обменять, либо вернуть билеты. Там это сделать будет невозможно. Ну, потому тарифы, чтобы хотя бы за 200 тысяч лететь, сделать это будет невозможно. Надо покупать за 280, по-моему, и тогда можно будет вернуть или обменять, но только заплатно. Все, одна кнопка и мы купили. На сайте, например, можно купить чуть подешевле, там, ну, разница в 2000, я не хочу с этим заморачиваться. Ну, вот на официальном сайте Amanair. Поэтому мы идем, естественно, в любимое приложение Aviasales и там совершаем покупку. Ну, и, конечно, покупочку мы совершаем с карточки Тинькофф Black Mirror. Например, ссылочку на Aviasales и на оформление такой карточки я оставлю там в описании. Обязательно оформляйте и билеты на Aviasales, и карточку оформляйте по моей ссылке. Так все гораздо выгоднее, получите бонусы. Ну, а я трачу деньги. Да-а-а, просто все спят, радоваться прямо во весь голос. Не могу, но утром это сделаем. Вот, представляете, чтобы вы понимали объем отправляемых посылок. Вот, огромный Ашановский пакет, понимаете? Не знаю, сколько здесь, килограмм шесть, наверное. Вот это вот сейчас отправляется по адресам. Справедливости ради хочется отметить, конечно, наши сервисы. Вот просто зашел по-быстренькому, несколько кнопок натыкал, и все, и получил... Точнее, записался на получение водительского удостоверения. Ну, это так круто. Правда, у нас, получается, оно прям притык к вылету. Свободных дат больше нет. Как говорят, два Ксани стоят 1600, ну, при условии, что есть права. У меня, оказывается, есть категория на мопед. Это значит, я могу на байке ездить. Это, кстати, прикольная история. Все, записали. Главное, чтобы их, это, в день выдавали, иначе будет грустно. Сейчас сделаю, а забрать их уже не смогу. Это мы собрались в пункт забрать наши товары, которые мы заказали. И самое интересное, что пока шли, пришла и мне посылочка. Сейчас тоже покажу. Взяла себе кепку, иначе без кепки будет тяжко. И, наконец-то, взял штатив. Вот такая кепка мне пришла. Как вам? У пацанов теперь тоже новые кепочки. У переносеньку тоже не забыли. Мы начали собирать вещи, и это вообще какой-то квест. Дело в том, что мы хотим поехать на легкие, без багажа, чисто портфельчики. Есть у нас предметы, которые попадают под вопрос. Дело в том, что на стенке начиталась различной информацией, и судя по этой информации, тайцы на паспортном контроле, когда будут смотреть, что везем на этих сканерах, они просто могут забрать. И это, конечно, грустная история. Я уже несколько раз рассказывал про наших друзей, компанию Brand Free. Это лидеры маркетплейсов по продажам. У них огромное количество отзывов. Мне кажется, столько положительных отзывов нет ни у кого. Их кислородный очиститель – это просто какая-то бомба, которая нам всегда помогала после длительных переездов и путешествий привести свои вещи в порядок и придать им, ну, можно сказать, что новый вид. И сейчас они запустили новый продукт, называется кислородный карандаш-очиститель. На самом деле, ребятки, это действительно чудо-карандаш. Достаточно намочить при температуре 50-60 градусов, потереть, подождать 10-15 минут и постирать. И вуаля! Карандаш спокойно удалить такие пятна, как кофейные, жирные, от травы, зеленка, чернила, кровь и так далее. Также пойдет для чистки салона, чистки ковров, чистки детских игрушек, чистки мягкой мебели, чистки обуви, кроссовок и подошвы. Процесс применения вообще простой. Смочить пятно на ткани и поверхности горячей водой, а затем потереть просто карандашом до образования пены. Для наилучшего пенообразования после нанесения карандаша потереть поверхность щеткой. Смочить горячей водой можно и сам карандаш. Буквально 10-15 минут и вы получаете буквально новую свою вещь. Конечно, очень хочется выделить экономичность. Одного карандаша хватит вывести до 500 пятен. Он абсолютно безопасен для ткани. Полностью выполаскивается, сохраняет цвет и структуру ткани. Ну и конечно он очень удобный, он маленький. Его можно везде с собой взять. И очень хочется выделить то, что он безопасный абсолютно. На основе активного кислородного отбеливателя. Не содержит фосфатов, хлора, оптических отбеливателей, отдушки. Естественно, большой пакет кислородного отбеливателя с собой не возьмешь. Поэтому карандаш была бы классная альтернатива. Но учитывая, что Настенка начиталась эту всю историю, что просто тайцы заберут по прилету, а получилось вообще ничего не смотрели даже в Амане. В общем, Настенка рисковать просто не стала. Поэтому, друзья мои, если вы отправляетесь в Таиланд на зимовку, либо просто в отпуск, приобретайте себе обязательно такой карандаш. Поверьте, в путешествиях очень и очень пригодится. Ну и еще, если в Таиланд все-таки летите, то захватите и нам парочку. Деньги дадим при встрече. А где заказывать, ссылочку я оставил там в описании. Да, знаем, для вас одно мгновение, для меня ожидание нескольких дней. И вместе с вами сейчас поедем получать международное водительское удостоверение. Никогда я в жизни этого не делал, первый раз. Поэтому посмотрим, как оно выглядит, как пройдет эта вся процедура. Вообще вроде написано, что получаешь сразу день в день. Но перед этим нужно заехать, сделать фотографии 3х4, по-моему. Фотки готовы. Теперь едем получать проба. Здесь, как обычно, хрен где припаркуешься. Мест, как всегда, нету. Документы сдал, сказали ждать. 30-40 минут вызовут. И все. Вот опять для вас просто какое-то мгновение. Для меня целый час ожидания. Да, немножко долго делают. Я думал, побыстрее будет. Но самое главное, выдают день в день. Вот так вся эта история выглядит. По сути, это книжечка, где есть 8 страниц, на которых указаны категории на разных языках. Она сказала, должно подсохнуть, чтобы печати все подсохли, чтобы не размазать. Ну и все, можно пользоваться. Не знаю, в какой стране они мне пригодятся. Кстати, они даются на срок, получается, на 3 года только. Бляха-муха, печать все-таки смазал. Я сейчас двигаюсь еще в одно очень интересное местечко. Это просто банк, но не просто банк, а там, где выдают карточки UnionPay. И вы знаете, я сколько смотрел, кто выдает именно физическую карту. У меня виртуальная есть от моего любимого банка, но нужна именно физическая. Смысл в том, что все за эти карточки и платежи 7 UnionPay просят какие-то, блядь, деньги, типа 5 тысяч, 8 тысяч. Какие-то банки просят 10 тысяч просто за открытие счета и получение этой гребаной карточки. У меня есть международная, турецкая. Пока мы в Турции тусовались, я там себе суетнулся, сделал. Но хочется, чтобы была еще, так сказать, своя, рублевая, чтобы не наводить суету и не переплачивать комиссии. Но опять-таки, если они сейчас мне тоже скажут, что стоимость открытия карточки стоит там 8 тысяч, то как бы нафиг оно надо. Я явно столько на комиссиях не потеряю. Я хотел поменять рубли на баксы, да, купить доллары, хотя бы пару соток, так прикиньте. Курс, значит, пишет сначала в приложении по 89,9, в итоге приезжаю в отделение Сбира. Вот говорю, долбанутый банк. В итоге у них там на табличке по 85. Я говорю, а в чем прикол? Ну, вот так. И в наличии только старого образца. Я говорю, понятно. Вот своего мнения про Сбир никогда, наверное, не изменю. С карточкой Unipay тоже получился облом, потому что она изготавливается и будет только позже. 7 дней или 5 дней, она сказала, на изготовление. Короче, не успеваю я ее получить. Сказала, потом заберете. Если не заберете в течение двух лет, мы типа ее утилизируем. Я говорю, ладно, пусть валяется. Значит, пока это не нужно. С картой, конечно, я сам лоханулся. Дотянул это все дело вот до последних дней. Что-то я забыл. Надо было записать эту карту тоже в планы. В итоге я не думал, что так долго делается карта. Вот серьезно. У меня даже мысли не было, что будет так долго. Ну, ладно. Решил я все-таки купить баксы, но перед этим надо снять наличку. Готово. Теперь нужно забронировать тачку в Амане, между прочим. Выпуск, который, я надеюсь, вы уже посмотрели. Кто не посмотрел, ссылочка есть в описании. Цена будет 4438 рублей. Здесь принимают карточку МИР. Сейчас сделаем депозит в размере 1295 рублей. Красота получилась. Я думал, высплюсь перед дальней дорогой. В итоге, прикиньте, нет. Во-первых, видимо, то, что лететь уже все, в последнюю ночь вообще не спится. Никто не спал почти. Ой, блин, прикол. На самом деле, что интересно, как только я уснул, может, часа полтора, наверное, поспал, мне в 6 утра начали таранить. Прям звонят, звонят, звонят. И такой легкий звук идет. Я вот телефон убавляю. В итоге, где-то через минут 40, я думаю, что нужно все-таки посмотреть, что это происходит. Открываю. А этот чувак, у кого мы бронируем, тачку в Амане, начал просто таранить мне. Говорит, ты что? Говорит, мой персонал тебя ждет уже с 60 утра. Я ему пишу, мой френд, говорю, ты все перепутал. Он такой пишет мне, о боже, не поссори. Я говорю, да. Ну, в общем, все, сегодня последние финальные штрихи делаем. Да, Родик? Да. Все-таки решил, что нужно с собой взять побольше баксов, чтобы икру не метать уже в Бангкоке по прилету и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я думаю, что в аэропорту они все равно могут курс сделать невыгодный. Вот. И надо собрать аптечку первой необходимости. Доллары поменял. Получается, что, ну, понятное дело, что невыгодно. Вот за сколько мне дали? Столько. Но, по крайней мере, если бы хоть какая-то наличка, это уже хорошо. Два часа до выезда и тучи часов еще до вылета. Но время зря не теряю. Пошел он в марафет на голове навел, чтобы там голову не делать, не искать, где, что, как. Чтобы не нарваться на лангийце, который тебе под ноль. Прикиньте, остается полтора часа до выезда, мне приходит смс, что карточка UnionPay доставлена, в отделение. Резко выехал туда. Ну, крутяк, UnionPay у меня. Yes! Поедем в Кроксах. Поедем вообще налегке. У нас 4 портфеля и небольшая сумка. Все. Ну, я к корице готов. Ну, погнали. Поедем, я как раз буду выйти, смотреть. Мы приехали. Это не трогай. Выходи аккуратненько. Выгрожаемся. Двигаемся в аэропорт. На парковке прохладно. У Мирошки есть куртка. Мы на листе. Мы, кстати, вылетаем из Шереметьево. Вообще впервые. Огромный аэропорт. Просто невероятно огромный. Навигация, туалеты прямо на парковке. Лифты. Все прям очень шикарно. И прям удобненько. Ну, что, друзья. Первый просмотр сделан. Мы все прошли. Попросили достать компьютер. Удобные штуки вот эти вот сделали. Не помню, как они называются. Чисто так для ускорения. Обалдеть. Смотрите, какое огромнейшее просто информационное топло. Стоит такой глобус прекрасный. Слушайте, ну и крутой аэропорт. Вон, у Мирошки, как эмоции. Вау. Вау. Нам надо сейчас найти нашу авокомпанию. И идти срочно регистрироваться на рейс. Первым делом. Я, кстати, вот ее вижу. Аман-Айр. Все, поздравляйте. Получили мы билеты посадочные. Теперь идем проходить. 119 у нас выход. Правда, походу, мы уже идем не туда. Нам, походу, надо туда идти. Прямо в аэропорту, смотрите, стоят вот такие капсулы. Вы платишь деньги в капсулный отель и спишь там, чисто такая кровать. Кто пробовал эту историю, напишите в комментах, как. Все, мы немножко разделились. Проходили чуть по раздельности. Но мы все прошли. Паспортный контроль, печати нам поставили. Все хорошо. Теперь можно четко сказать, что все. Мы вылетаем в новые путешествия и в новые страны. Все, мы попали уже в зону дьюти-фри. И вон тут всякую историю различную можно купить. Икру даже можно взять. И лососек, да, можно взять, кстати, еще. Вон, видите, целый колбасный цех Аркадия Новика. Блин, круто. Можно поесть. Вон, дайной эспрессо 209 рублей. Американо 290. Капучино Стронг 440 рублей. Слушайте, безумно крутой аэропорт. Смотрите, как все красиво сделано. Мы сейчас хотим первым делом найти, где нам выходить уже к самолету, чтобы понять, все, что и как. И сядем где-нибудь, приземлимся. А я, кстати, уже нашел. Вот у нас 129-й выход на посадочку. Красава. Вон, смотрите, можно винца купить. Попить и туда так улететь. О, кстати, вообще мест для сидушек посидеть вообще просто очень-очень мало. Пошли мы попить. Кушать неохота мы покушали перед дорогой. Просто компотик попить. Вообще, пациентам кому интересно, на заведении муму называется. Это кисель, наверное. Нет, но я не хочу, я не хочу. Ну, что тут скажешь? Лапки полетели. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Просто 2150 рублей. Настенка, ты остаешься без ужина. Стой, я в самолете покорит. Ну, давайте, удачного полета. Мы тут, значит, гренки с чесночком едим, понимаете? А Настенка лосось набрала, крабовые палочки. Вот это вот все, понимаете? Смотрите, насколько разорило. Косари. Ладно, приятного аппетита. Кушай. А то вдруг самолет не будет кормить. А ты, компот, картошка, мороженое и сухарик. У нас тут посадка началась, а мы все еще гуляем по аэропорту. Нам надо чупики купить. Чупики важны, важны. Целая проблема, купить получилось чупа-чупс. Нигде нету мармелада, точнее, леденцов. Взяли вот такие леденцы и мармелад, и мирошки взяли вот такого. Как Родик сказал, курицу. Пока мы с Родионом ходили, к нам пришли зрители из Беларуси. Передавайте привет. Привет, из Минска. Выпуск у себя увидите. Даже нас укастили конфетками, мирошка наялила. Вот это да. Вот так вот. Мы в темпе вальса двигаемся на посадку, потому что мы очень долго сидели, просидели. У нас буквально 9 или 8 даже минут остается до завершения посадки. Зато время пролетело незаметно. Еще и вместе с нашими прекрасными зрителями. Нас почти посадили в самолет. С коляску сказали, подождать нужно будет там на пересадке. А здесь нам нужен второй этаж. Все, дети счастливы. Мирошка тоже. Расставляем коляску. Залетаем. Так, здесь отдыхают самые крутые. Мы не очень. Мы идем дальше. 42. Нам надо 42. Вот это забиток. Я думал, мы полетим в более просторном самолете. Но нет. Вот кто-то кому-то сочувствует, я тоже им сочувствую. Блин, жесть, конечно. Ну ладно. Мы в самолете. Аман-эйр. Давай, Темка, экскурсия. Посмотрите. Здесь есть вот такой вот пультик. Приставочка. Есть телевизор, соответственно. Есть наушники в подарок. Их можно и забрать, и здесь посидеть. Вообще очень классно. Мне нравится. 6 часов можно провести в комфорте. Ты спать будешь, чувак. Ну да, приставка, USB-шка. Все есть, можно заряжаться. Посмотрим, что здесь, как будет. Наушники все новые, упаковочка. Вот, и, кстати, можно с собой даже потом взять. Ну, понятно, это все традиционные штуки. Что и как. Самолет. Получается, три пролета. Там сидят два кресла, два человека. Здесь мы с пацанами сидим. И Настенка с Мирошкой с этой стороны. А еще всем выдают пледики. Чтоб можно было с комфортом поспать. Рейс ночной. И это, кстати, тоже круто. Я думаю, что сейчас выйдут питание. Детям что-то подкинут 100%. Посмотрим. Кстати, самое что интересно, что вот перед нами 4 кресла. А в нашем конкретном ряду только три. И получается, что у нас здесь даже такой простор. И можно неплохо вытянуть ноги. Великолепно. Нас посадили прям круто. Ага. Вообще, мне нравятся такие самолеты, где есть телевизоры и приставка. Можно поиграть. Да. Пока мы не взлетели, нужно срочно подключить себе e-симку. Я всегда использую приложение Aero On. Значит, летим через Оман. Сейчас подключаем себе 3 гига. 10,5 баксов стоит. Нам, в принципе, этого хватит. Я вам тоже рекомендую. Ссылку на Aero On я оставлю там в описании. Переходите, подключайте. Очень выручает путешествие. Мы все, полетели. Взлетаем. Мы набрали уже высоту. И у пацанов начинается жизнь игровая. Просмотры фильмов. Всяких игр. Можно поиграть. Здесь идет джойстик. Вот такой вот. Сейчас, наверное, покушаем и уже будем ложиться отдыхать. Ну, посмотрим, что принесут покушать. Ну, туалет как в туалет. Всякие примочки здесь даже выдают. Видите? Типа гель, наверное, какой-то. А-а-а. Туалетная вода. Еще какой-то крем. Мыло. Ну, все, как обычно. А у нас начинают возить еду. Еду, конечно. А Мирошка все пропустил. Еду? Еду. Да. Все спят. Все же знают, что ты добиралась с Подольска. Вообще-то я картошку накасаю, пою. Картошку накасаю. Торчит, теперь мне касали. Как же круто. Стюарт общается с Родиком. Все ему объясняет. На английском Родик стесняется. Конечно, понимает. Но Темка заказывает сам. Я тут периодически помогаю. Просто. Просто. Я понял. Я понял. Эх. Вот так вот. Это Мирошки, чутко. Так, здесь, в общем, дают рис, чикен рис, куриный рис и паста. Для тех, кто полетит этой же компанией, здесь наливают виски, вино, шампанское. Короче, все что угодно, лишь бы пассажиры отдыхали. Вот это сервис, да, стэшн? А Мирошка профукал свой ужин. Так, ладно, все, нам приятного аппетита, да? Не то, что в Азии, да? Да, можно было и не есть крышки картошки, да ты сюрприз. Вот, а я и говорил, будут кормить. Вообще, на самом деле, сейчас просто можно представить, что у нас идет стрим. Время 12 часов, и мы отправляемся кушать. Просто едим ночью. Куда попрошу кормить? И лезть мою тарелку. Давай, зацени. Хочешь есть? Нет, слушай, съедобно. Мне нравится еще и все это дело. Вот я пивком шлифую. Мужчина спереди, мискарем. Нормально. Да, после еды нам еще принесли чай, кофе. Родик вместо чая и кофе заказал просто молоко сухое. Ну, Артем тоже. А у Настенки там свой бизнес-класс. Разбудили всех. Все, свет включили. Ой, идем на посадку, уже все уши закладывает. И под самый вот конец уже принесли детям подарки от какие-то рюкзачки. Но наши дети все проспали. Мы приземлились, мы в Маскате. А Мирошка вообще красавчик. Он приземлялся один. Вместе с мальчишками там. Не видно, да? Не видно, но немножко. Парни, пойдемте. Сейчас нужно срочно порешать вопрос с коляской, чтобы все вот это вот в коляску закинуть. Какие здесь прикольные лавочки. Прям лег и под спину волной. Все, легли отдыхать вот так вот на лавочке. Еще в аэропорту в Маскате есть такая стойка, смотрите, запоминать и называется Baby Stroller. Здесь хранятся коляски. Берете бесплатно, катаете и потом в любую свободную просто ставите и возвращаете. Смотрите, как круто. У нас, получается, остались еще местные деньги. И мы хотим их обратно поменять в доллары. Короче, туда-сюда их гоняем и, получается, на комиссии теряем. Ну а что делать? В путешествие дело такое. Так, ну что, 14 реалов я отдал. И мне отдали 36 баксов. Так, друзья мои, мы уже идем на так называемую посадку. Хотя до посадки уже долго. Аж А10 самый-самый длительный выход. Мы, кстати, про Оман поснимали. Обязательно посмотрите полноценный выпуск из этой прекрасной страны, из прекрасного города Маскат. А Настенка на Дзене напишет обязательно еще такую статью. Сколько денег мы потратили за день в Омане? Поверьте, до хрена. Ну, типа, я вообще в шоке. Вот-вот по-другому и не назвать. Это даже ребята, которые вот часто летают, они говорят, что здесь даже цены в аэропорту, они действительно какие-то конские. Ну, что поделать. Так, Мирошка выпрыгнул. Вообще неугомонные пацаны. Туда-сюда бегают. У нас вообще на 0 батарейка? Да. А у них вообще откуда что? В Бангкоке спать. Два дня. Оп, встал. Забежал. И вот так минут 30 они просто. Не валяйся, Мирошка. Жесть. Вот так вот, детям вообще все равно. Что-то мы засиделись у нас буквально 10 минут до завершения посадки, а мы только бежим, прикиньте, в самолет. Вот чувак за моей спиной, короче, бегает и ищет нас уже. Вызывает срочно. Все, мы успели. По персидскому ковру мы идем. Вот так вот. И сюда, наверное. Шик все. Давайте, давайте, пацаны, залетаем. Ну, very good. Ну, конечно, самолет полупустой еще. А нас вот уже гонят седиться. Мы все сели, в этот раз летим не совсем так классно, как тогда летели. В первом месте здесь Настемка, Мирошка и Артемка. И здесь мы с родиком. Ну-ну-ну-ну. У нас тут вот сосед, он из Турции. Сколько-то лет прожил в России. Вот познакомились. Ну что, вот приятной компанией, полетим. Да? Единственное, что нету приставки, но мне кажется, ее можно будет как-то попросить, перенесу. Не знаю пока. Просто в последний момент бронируем жилье срочно в Бангкоке в центре на 4 дня, на 4 ночи. Вон 13 тысяч нам обойдется. Так, ладно, погнали. Оплачено. Правда, стоимость бронирования 13, а сервисный сбор 462 бата. Нифига себе. А об этом ничего не сказали. Ну ладно. Еще сервисный сбор 460 бат. Мирошка даже не дождался полета, он сразу вырубился. Устал пацан очень. У нас весь ужин, ужин в 12 часов ночи. Здесь то же самое, что и было на первом полете. Рис просто такой был вкусный, что мы заказали повторно салат, десерт, водичка в бутылке. И я себе взял снова пивко. Пригла кухонной рот. Изжалли. Рис на всех белых мест. Остается. Рис. Этого. Вы знаете, вот здесь у нас не было. Взял сめ из кухонного рот. Взял посадок. Взял санкт-петербурга. Гориз. Таут. Взял сэн. Рис. Продолжение. Продолжение следует... Идеть, мы в Таиланде, ребятки. Мы так мечтали сюда попасть, что это случилось. Сколько путешествий с нами случилось перед Таиландом. Хотя планировали поездку еще в далеком 2019 году. И только сейчас мы здесь. Очень здесь так холодно, Таиланд заболел. Вон они, тайки стоят, уже встречают. Сейчас будут на массаж звать. Давайте сразу, сходу. Сейчас спросим, сейчас спросим. Сейчас спросим, нет. Массаж. 22-я лента получения пакажа, но у нас его нет. У нас есть эта колеска, блин. Просто. Какие вы прикольные все. Вот теперь, друзья, точно первые шаги по Таиландской земле. Мы прошли паспортный контроль. Получили нашу коляску, приложили Мирошку. Блин, мы так долго стояли на паспортном контроле. Это просто невероятно. Держал Мирошку, все руки просто забились, что аж потряхивает. Сейчас надо перевести дух и все, и отправляться. Я есимку, значит, подключил прямо вот на взлете. Сейчас ее нужно только активировать. Для этого нужно поймать Wi-Fi. Поменяем здесь сразу доллары на местную валюту бат. Может быть какую-то часть, чтобы там как-то добраться. Ну и, собственно, будем дальше уже и отправляться. Все, друзья мои, наверное, будем этот выпуск завершать. Мы прилетели, мы в Таиланде. Выпуски теперь будут, ох, какие наикрутейшие. Наконец-то солнце, море, пляжи и так далее, и так далее, и так далее. Так что, друзья мои, обязательно подпишитесь на канал. Обязательно поставьте лайки. Если не поставили в самом начале, обязательно пишите свои комментарии. Делайте репост в свои социальные сети. Так, я тут еще одновременно, видите, пытаюсь коляску взять. Точнее, тележку. Ну и видимся с вами уже с просторов Таиланда, ребятки. Все, все круто, долетели, все прошли и классно. А по поводу обратного билета ничего не спрашивали. Надеюсь, здесь дальше уже нигде и не спросят. Печати нам поставили. Кстати, кстати, кстати. Сейчас посмотрим штамп. Ну и штампик в паспорте 90 дней. До 7 февраля 2024 года мы можем находиться в Тайчике. Все, друзья, а теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok